Блин, да как меня все достали в этом нахрен метро, вы чё так рано поехали сюда, придурки? Вот, то есть я этого, в принципе, очень хотел бы сказать, но выбирай другое. Либо я так ору, вот, и тогда получаю, ну, некоторое удовольствие от какого-то... Или ответной реакции, да? Ответной реакции, да блин, ну, то есть, ну, сори, спорю, для меня это сейчас классно. Зачем ты мне это сказал? Просто так поделился. Ну, зашибись, то есть ты вылил на меня... Всё говно? И чё? Омыть меня кто будет? Отлично, это в цитатке, просто в цитатке этого подкаста. Ну, я прикладу усилие, наверное, напоминать себе про то, что, ну, как бы, мы взрослые люди, и, ну, человек может не интересоваться совершенно, но это не значит абсолютно того, что... Ты исключён из его. Да, я исключён из его круга общения, круга интересов и тому подобное. Вот, вот и всё. Всем привет! Это подкаст «Три пункта психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаёте вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трёх пунктов, трёх своих субъективных мнений. И сегодня с вами, как всегда... Я, Гоша Голышев, психолог и штальтерапевт. И я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. Мы продолжаем четвёртый сезон. Да. У нас уже случились четыре сентябрьских выпуска. Ну, кстати говоря, если вот... Это что, тринадцатый выпуск? Если убрать единицу, получится тринадцатый выпуск, и мы пишем его с тобой в пятницу. Да? Загадочно. Загадочно, загадочно. Немножко тревожно. Да, у нас в прошлый раз был гость. Да. Сейчас мы с Сашей опять классически вдвоём. В прошлый раз был Никита Грузовик. Если не слушатели, вы обязательно послушайте. И сегодня мы выбрали пять вопросов. Они так или иначе посвящены сильным эмоциональным переживаниям в контексте отношений, но не мужско-женских, а вообще между людьми. И о том, как сложно и по-разному можно выражать эмоции в этих отношениях, что вообще такое выражать эмоции. И как это вообще можно делать, да. Да-да, потому что, на мой взгляд, это, конечно же, не самостоятельная единица выражения эмоций. Да. Это часть бутербродика, часть ингредиент блюда выражения эмоций. С чем оно ещё должно быть совмещено? Ты сегодня Гоша Рамзи, да? Да, я как раз сегодня буду эту мысль продвигать, поэтому, в общем-то, наверное, особенных дополнительных информаций нам сказать нечего. Да, у нас есть интересные новости, да, которые мы поделимся в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, вот, там можно найти на сайте 3пункта.ком, можно найти прямо в Телеграме, вбить 3пункта, и вы найдёте нас. К вопросам? Да. Поехали. Выплёскивание эмоций. Как сдержать, когда не надо, а сил уже нет сдерживать? Как грамотно с ними подружиться? Вот такой первый вопрос. Да, такой короткий, без контекста, но вот мы как раз его поставили в начало, вводным, чтобы как-то разогнаться вообще в тему выпуска. Давайте сразу, да, вот про то, что я уже начал немного говорить, то, что эмоции — это всё-таки такой начальный шаг. Да. Да, вообще, то есть ощущения телесные и эмоции — это то, что та моя реакция на события, на происходящее со мной... С окружающей средой взаимодействия, да, ты имеешь в виду? Да, но это вот то начало, которое даёт некоторую информацию, которое даёт некоторое, назовём так, возбуждение, некоторую энергию для того, чтобы. Вот, а чтобы что? Дальше, вообще-то, мы тоже не раз подчёркивали в разных выпусках то, что происходит некоторое, по идее, осознавание. Да. Вот это супермодное слово — осознавание. Вот, но, правда, можно ещё сформулировать, что дальше идут некоторые мысли, да, и обдумываю, обдумываю то, что я только что заметил, и... Ты называешь это любимым словом «ориентировка». Ну, в том числе, да, это такие разные понятия, но в чём-то синонимичные. Ага. Вот, и уже потом, да, наступают какие-то... Обдумывание — это не в смысле, что делать, обдумывание, что это происходит, зачем это вызвано, а... Почему такая эмоция, почему такое ощущение, да? А точнее ли такая, а может быть, есть ещё какая-то, а вообще что происходит? А потом я уже как-то начинаю задумываться, а как я с этим раньше обходился, а вообще что есть в моём опыте. Потом уже я, наверное, могу подумать о том, что «Ого, ничего себе!» И тогда какие у меня есть... Мне кажется, ты сейчас рассказываешь про суперосознанного человека, знаешь такого, да? Формы, варианты того, что я могу, там... Дальше я осознаю, что я бы хотел, да, некоторую свою потребность, вот. И, может быть, если потребности несколько, то выстраиваю некоторую иерархию, дальше я начинаю выбирать формы, с помощью которых... Действия, с помощью которых я могу эту потребность удовлетворить, выбранную мной, ну и как-то уже начинаю пробовать, вот. Ну, то есть вот фраза «выплёскивание эмоций» и «как сдержать». Вот мы об этом во вторых и третьих пунктах поговорим. Но вообще вот чтобы подружиться с эмоциями, чтобы они... Вот тут подразумевается, мне кажется, что, видимо, сейчас не очень дружатся с эмоциями. Да-да-да. Эмоции — это враги. Что такое, что возникает неожиданно, да, и хочет выйти наружу сразу. Да, ну и, то есть, видимо, с ними такой конфликт, потому что они вот иногда мешают жить. Вот, и в этом смысле подружиться-то как раз можно именно... Ну, как вообще... Давайте метафора «дружба». Давай. Как происходит дружба? То есть может же, конечно, произойти какое-то яркое событие, и мы теперь друзья не разлее вода, но не знаю. Вы поступили в один университет, она тебе нравится, потом она тебе говорит, что ты всего лишь для неё как друг. Да. Но, видишь, это всё равно некоторый путь ты обозначил. Вот, а, ну, я не знаю, там, мы вместе с прохожим спасли котёнка. Вот, и так были рады, вот, которое... Это спасение произошло в течение одной минуты. Мы вытаскивали его из дерева, и вот теперь мы на фоне этого, такого произошедшего с нами, поняли, что мы, ну, не близкие люди, ну, какие-то у нас есть общая история. Подружились. Да, подружились, да. Вот, и дальше всё равно подружились, это как-то развивается. Ага. И вот то же самое и про эмоции, то есть вот такие яркие вспышки. Типа мы с ними сталкиваемся каким-то, ну, образом. Ну, и как-то с ними нужно провести время. А-а-а. Вот, то есть нужно как-то их рассмотреть, узнать, заметить, понять, к чему, что относятся. Ну, и вот то, что раньше до этого я говорил. Поэтому вот это такая любовь с первого взгляда, и... Пригласить их домой на супчик. Сложное понятие. Также и вот если эмоции выплеснул, то ну, куда с ними уже дружить? Ну, да, да, да. Поэтому вот здесь это такой первый пункт. Про эмоции, что первый шаг. Вот, про... Потихонечку подходя к вот этому вопросу, как сдержать, когда не надо, а сил уже нет сдерживать. Вот, и я так понимаю эту фразу, может быть, ты тоже как в своё понимание скажешь, что есть эмоциональный заряд, допустим, злость или, допустим, радость. И что значит выплеснуть, и что значит не сдерживать? То есть есть какая-то форма поведения, которую нет сил не делать. Я рад, и поэтому я буду орать. Ура, супер! То есть, ну, мне очень хочется. Вот мне пришла какая-то новость радостная. Я сижу в метро, допустим. В библиотеке. В библиотеке. В центральной. Да. Вокруг меня вот все люди, увлечённые чем-то своим. Угу. А мне, ну, вот мне пришла какая-то радостная новость. И я прям, ну, я не могу. Ну, то есть мне хочется... Вот, всё, нет сил сдерживать. И я прям хочу это. И я такой стою посреди меня, такие... У меня сын родился! И всё такие, е-е-е-е! Или там, ну... Вот. Ну, или злость. Так. Мне, там, допустим... В метро меня толкнули. Я прям разозлился в моменте. Ну, да, да. И вот у меня есть какая-то ответочка, которую мне очень срочно хочется сотворить. Вот я понимаю вот эту фразу, как сдержать, когда не надо, а силу сдержать. Именно вот так, да? Вот так. А мне кажется, знаешь, я подумал, что это какой-то, типа, условно длительный процесс. И уже столько сил, типа, пытается... Ну, столько потрачено сил для того, чтобы, типа, удержать эти эмоции. И что вот уже невозможно столько уже длительно удерживать, типа, вот этот процесс, что она, как бы, уже рвётся сама. Потому что, знаешь, ну, типа, я злюсь сегодня целый день. Уже не могу, вот уже не могу просто сдерживать свою злость. То есть пытаюсь быть со всеми корректной, пытаюсь, там, знаешь, типа, общаться условно, вежливаться со всеми. Но внутри меня просто всё кипит. И вот под вечер на ком-то, на ком-то сорвалась. Вот такое. Да, вот. И потом, судя по всему, раз тут речь идёт о недружественности эмоций, то я думаю, это всё и моя злость. Вот она мне помешала сохранить хорошее отношение в рабочем коллективе. Вот она, вот эта злость, которую я ощутил. Вот не ощутил бы я её или смог бы с ней справиться, и ничего бы из-за рабочего коллектива не испортилось. Но здесь мы опять же говорим, что вот у человека была некоторая эмоция, которая, вот, может быть, даже он обнаружил, чем эта эмоция вызвана. Обнаружил, что это вызвано не рабочим коллективом, а кто-то другой. Но туда её выместить, подобрать какую-то форму выражения эмоций по адресу не удалось. Да, я понимаю, про что ты. И тогда мне ничего другого не остаётся. Я выбираю другую форму выразить эмоцию не по адресу, и в какой-то форме, которая приводит к конфликту в рабочем коллективе. И такой, да что ж такое? Села жопой на принтер голый и распечатала свою зайцу. Всем коллегам разослала. И вот здесь опять же, да, то есть что-то происходит. То есть я выражаю это тем способом, который мне самому потом приносит страдания. И которые потом я сижу и думаю, да что ж я сотворил. Но это то же самое, что вот с какими-то вредными привычками или с какими-то формами поведения нежелательными для себя. Я иногда, вот у меня есть какое-то переживание, и я, вот тоже сейчас на лекции моего коллеги одного, он говорит, я вот беру, вот очень расстроен и набухиваюсь. Потом на следующий день думаю, да зачем я набухался? И ещё раз набухиваюсь. Ну надо было, вот я расстроен, ну надо было как-то по-другому, лечь спать пораньше лучше надо было, а не бухать. Вот это уже такое вот некоторое осмысление, которое происходит постфактум. А вот тогда, в момент, когда я был очень расстроен, у меня как будто других способов справиться с этим расстройством и как-то его пережить не обнаружилось. И я вот... Выбрал такой самый очевидный тип, да? Я даже не выбирал, я фиктивно влетел в то поведение, о котором потом сейчас вот жалею. Вот, и как раз, мне кажется, речь идёт как раз об этом, что вот, вот что происходит. Есть в моём опыте только такой способ регулирования этой эмоции, такой способ выражения этой эмоции. Типа, условно, сначала впадаю в аффект, а потом уже думаю, блин, вот не надо было впадать в аффект, вот надо было это сделать. Ну, то есть, ещё раз, если резюмировать, то есть эмоция. Так. Иногда даже действие наступает, и человек не обнаруживает ни, чем эта эмоция была вызвана, ни своего импульса к какой-то потребности, который эта эмоция направляет. Ну, допустим, я злюсь. Но я не знаю, почему. Замечаю, чем эта эмоция злости вызвана, и замечаю какую-то свою потребность. Я хочу, злюсь в метро, что меня все толкают. Я хочу выйти подышать. Это уже выбор, что я буду делать. Я хочу воздуха. Да, допустим, мне не хватает воздуха, я хочу больше воздуха. Вот я обнаружил потребность. И тогда дальше я думаю, так, потерплю одну станцию, потом выйду. Прямо сейчас выйду. Попрошу людей подвинуться, скажу, что мне плохо, очень нужно как-то вот... Пространство. Да, или кому-то уступить место. То есть дальше у меня разные формы поведения. А могу просто начать на ближайшего соседа, который меня больше всех толкает. Блевать. Орать. Вот, и говорить. Ой, да. Ты вообще во всем, ну, подвинься. Вот. То есть... Да-да-да, я понимаю. И какой из этих способов подходящий, это там уже можно субъективно разбираться миллион раз. Но вот часто не возникает ни понимания, к чему эта эмоция относится, чем вызвана. И никакую потребность она вызывает. И уже сразу берется форма, которая самая, что ли, известная организму, человеку, самая понятная, самая автоматически подходящая. Такая инстинктивная, да, типа условно. Ну, это... Плохое понятие, да. Профессионально, но, в общем, да. Если простым языком, да. В его опыте, которое всплывает первое, я привык реагировать так. Или вот в этой ситуации самое простое, вот сделать вот это. Вот. И это иногда очень хорошая тема. Это вот некоторая автоматизация, она подходит, да, там, в каких-то экстренных ситуациях, когда нету возможности, нужно срочно отреагировать, да, там, что-то, слышу громкий звук, закрываю голые руками, вот. То есть у меня там нет никаких, ни откуда этот звук, ни осознавание того, что я хочу себя почувствовать в безопасности. Есть инстинктивное, такое, ну, то, что ты сказал, инстинктивное действие, закрывание руками, да, то есть, ну, рефлекторное скорее. Закрывание головы руками, да, там, самого дорогого, что есть в организме. Вот. Ну, на мой взгляд. Вот. И вот тогда это окей, потому что здесь... Типа другая ситуация, да? Да, а вот в моменте, когда всё-таки время позволяет, и более того, оно необходимо, чтобы потом не говорить, что я не дружу с эмоциями, вот, что они какие-то мне приносят одни разочарования потом и ухудшают мою жизнь. Вот как раз эту пошаговость важно, мне кажется, для себя иметь в виду. Вот. Это, ну, пусть... Слушай, это какое-то тоже всё-таки отнесение к первому пункту, но вот переходя... Мне кажется, это понятный, типа, процесс, ну, типа, условно, возникает эмоция, есть там какая потребность к ней возникает, что хочется, а потом ты уже выбираешь форму, типа, её выражения. Ну, то есть это такой, типа, механизм, ну, понятный для того, чтобы... Для того, чтобы, мне кажется, уметь как раз-таки справляться, вот. Я просто, знаешь, про что подумал? Ну, здесь же говорится про сдерживание, сдерживание, мне кажется, это не очень как будто бы хорошо, но если лучше выбрать какую-то форму, более-менее понятно... Сдерживание иногда спасает жизни, вот, и свои, и чужие. Да. Да, я согласен с тобой, но там, мне кажется, именно... Но это как раз и выбор формы, то, что сейчас я... Мне не хватает воздуха в метро... И я, типа, могу потерпеть, условно, да, ещё? Я выбираю для себя, что мне для важнее приехать на работу вовремя, мне важнее сейчас сохранить эмоциональное спокойствие, ну, там, ни с кем не ступать в конфликты. И поэтому я сдерживаюсь. Я просто вежливо попрошу кого-то уступить мне место или встать поближе к двери или к окошку там этому открытому. Вот, то есть для меня вот такой способ выбора. Ну, или другой. Я... Тут я тоже придерживаю свою агрессию же, да, вот выбором вот этом способе. То есть я не ору. Блин, да как меня все достали в этом нахрен метро, вы что так рано поехали сюда, придурки? Вот, то есть я этого, в принципе, очень хотел бы сказать, но выбираю другое. Либо я так ору. Вот, и тогда получаю на некоторое удовольствие от какого-то... Или ответной реакции, да? Ответной реакции. Да блин! Ну, то есть... Ссорю, спорю. Для меня это сейчас классно. Ну, вот максимально подходящая ситуация. Вот. То есть сдерживание тоже, мне кажется, важная штука. Это тоже будет форма. Выбрана. А когда я не понимаю, ради чего я сдерживаюсь, нахрена я сдерживаюсь, чем вообще это вызвано, я сдерживаюсь просто потому, что от безысходности, не понимаю, что... Ну, то есть это невыбранное поведение. Вот. Это... Я понимаю, да, да, да. Это невыбранное поведение тяжело. Вот. И тогда... Вот на самом деле еще один пример тоже из практики психологической в этот первый пункт в том, что очень часто, мы говорили это в одном из подкастов, в других примерах, но очень часто у людей, когда есть какая-то яркая потребность, яркая фигура, вот они на кого-то злятся. Так. Или на что-то. Или они чем-то очень сильно увлечены. То есть это занимает все пространство восприятия. Вот я смотрю и понимаю, что это все. Это вот настолько сильно заряженный объект и настолько много у меня высокая импридуда эмоциональная по отношению к этому объекту, что действительно как будто невозможно терпеть, сдерживаться, нужно срочно что-то делать. И тогда вот один из... Ты правильно понял, что ты сейчас про мобилизацию говоришь? Естественно. Вот. Ну, нет, на самом деле. Но у кого-то мобилизация суперсильно заряженный объект. Я думаю, что большая часть населения, да. И тогда что мне остается делать? Ну, действительно важно, на самом деле, это... Давай назову это приземлить. Во-первых, на внутреннем уровне, во-вторых, на внешнем. Так. Что я имею в виду? Начну с внешнего. Ну, давай мобилизацию как пример оставим, но еще возьмем пример каких-нибудь там рабочих отношений. Конфликт на работе, раз мы его уже тоже брали и рассматривали. С коллегой, да, допустим. Да, тоже, но это заряжено. Я на работе провожу 8 часов в день, или сколько там, я постоянно его вижу. То есть это супер важная для меня ситуация. Тоже захватывает все мое внимание. Я и дома не могу перестать про это думать. Мне и сны снятся. Я и пообеду... И утром иду с мыслью то, что опять... Опять мой с души думает, да хоть бы там, не знаю, чтобы произошло... Хоть бы уже заболел. Чтобы я не пошел на эту работу. Просто... И вот тоже настолько это заряжено, что невозможно. Только это я и вижу. Только про это я и чувствую. И тогда, вот если говорить про внешнее расширение зоны осознавания, важно заметить, а что со мной вообще происходит. То есть, что есть на этой работе еще? Какие у меня есть отношения на этой работе помимо этих? А какие эти отношения помимо работе? А на этой работе с коллегой мы кто? В каких мы должностных соподчинениях? А что в этом... Я знаю про этого человека, кроме того, что вот он так хреново поступает, из-за чего мы ссоримся. Какой он еще? А какие у меня есть поддерживающие моменты на работе, которые могут мне быть полезны? А как я могу выстраивать свою работу по-другому с этим человеком? Дальше расширяем еще больше контекст. Переходим от работы в другую. А вообще, как я живу вообще в жизни? Какие у меня есть сферы отношений еще? А чем, вот помимо разрешения этого конфликта, мне еще важно заниматься в жизни? Что я делаю еще? Вот. А что мне бы сейчас принесло некоторое успокоение в этой жизни? Какая деятельность? Да, то есть я расширяю картинку. То есть это не фигура, которая не занимает все пространство моего мира, а это одна из важных, да, составляющих. Это не уменьшение значимости, а просто опора на то, что это не... Мой мир не сужается до отношений с этим человеком. И я могу... У меня есть другие отношения, и я могу, ну, как-то из них взять ресурсы для этого случая, либо переключаться, либо... Ну, просто они могут не помогать этой ситуации, но точно они меня... Ну, ты будешь знать, что они, типа, есть, есть вот такая поддержка, типа, условно, да? Да, да. Ну, даже, может, не поддержка непосредственно этой ситуации, но точно это у меня есть, и мне от этого хорошо. Вот. Это вот расширение, такое регуляция за счет внешнего осознавания, внешней среды. И осознавание внутреннее. А как... Что я чувствую по отношению к этому человеку? Какие у меня есть чувства? Вот злость, ну, а что-то еще? Там, может, обида, может, разочарование. Может быть, есть некоторая даже симпатия. Может быть, есть, ну, там, еще миллион чувств. Что... Как я это ощущаю в теле, да? Вот те самые техники заземления. Где... Как я ощущаю себя в ногах, в руках, в корпусе? Где зажимают, где, наоборот, подрасслаблено, да? Да, что со моим телом происходит? Ну, и вот это дальше можно продолжить, но смысл в том, что тем самым я начинаю замечать вот эту яркую потребность разрешения конфликта. Так. И яркую такую фигуру этого человека, и яркую фигуру этого нашего конфликта с ним. не как что-то, существующее в вакууме. Вот есть эта фигура, этот конфликт. И все, и больше ничего нет. И есть вот эта потребность, этот конфликт регулирует. И больше ничего не существует. Я в невесомости, ситуация в невесомости, человек в невесомости. Мы все вот как космонавты в этой невесомости барахтаемся, и не можем ничего нормально сделать. И вокруг только спутники Илона Маска. Да, потому что я как будто не замечаю, что у меня есть какие-то вещи вокруг меня. Я могу сцепиться за ручку, которая находится рядом. Да, ну сейчас такая космическая метафора пошла. Ну то есть с помощью этого я начинаю замечать это все на каком-то фоне, на какой-то в контексте своей жизни, в контексте себя, что я не просто вот этот там менеджер с менеджером, а я вот еще там кто-то. Я, знаешь, я вспомнил сразу метафору с Техасской дуэлью из вестерна, знаешь, когда показывают камерами только двух, а на самом-то деле вокруг и город существует, и жители местные, и шериф ходит, и тележки стоят, типа и перекати-поль катится. То есть вокруг много всего. Да-да-да, вот. Поэтому вот это к первому пункту. Слушай, у нас получился он на 20 минут. Ну да, к первому вопросу, Миша, да, не к первому пункту. Это первый пункт был, первого вопроса. Реально. Мы так разогнать своего первого пункта. Может, второй пункт я сказал, который... Ну окей, можно его вторым пунктом, просто он как-то очень там плавно перетекает из первого. Вот, но что еще, мне кажется, важно сказать... Давай. Вот про сдерживание, про выплескивание эмоций, опять же, помимо того, что было сделано. Потому что вот это... Мы когда-то рекомендовали в канал моего коллеги Дениса Андрющенко «Осознавание и жизнь», по-моему, он называется в Телеграме. Я недавно читал у него пост, как раз перед этим выпуском про него вспомнил. И там он очень хорошо говорит, я даже немножко процитирую, что когда я рассказываю собеседнику что-то из своих новостей... Ну ладно, я уже начал переделывать и переформулировать, но, в общем, мысль оттуда. Страхов, прогнозов или каких-то своих размышлений, то что я с этим человеком делаю? Что я хочу от него получить? Я хочу, там, получить сочувствие. Я хочу его запугать своим высказыванием, своим посланием. Я хочу показать свою значимость. Вот, я, там, агитирую его к чему-то, призываю. Я хочу получить от него совет. Вообще, мне интересно его мнение в ответ, или я просто ему что-то там впариваю. Я ищу человека, который меня спасёт. Или, там, вижу... Вот тут хорошая фраза. Вижу ли... Вообще, вижу ли я вот этого реального другого человека, или я использую его как чучело, набитое образами из моего прошлого. Вот эта фраза особенно нравится. То есть, вот это потом... Зачем ты мне это сказал? Просто так поделился. Ну, зашибись. То есть, ты вылил на меня... Всё говно. И чё? А мыть меня кто будет? Отлично. Это в цитатке. Просто в цитатке этого подкаста. Вот. Поэтому вот эти вот фразы, что я просто тебя проинформировал, я просто сказал, я просто... Они не очень ясны, потому что вот это как раз выплёскивание информации, выплёскивание эмоций, выплёскивание, ну, какого-то своего условного вот этого мусора, с которым мне самому плохо жить, в голову другого. Угу. Но за этим не стоит никакого... Никакого понимания... А что человеку с этим делать-то? То есть, я начал взаимодействие, вот выплеснув это всё. И... И что дальше? Да, я начал, вот я начал, знаешь, это вот как... Начал поглаживать по коленке, человек-то заметил, смотрит на меня удивлёнными глазами, а я такой, а я просто. Тебе он говорит, в смысле, просто. Ну, это тоже завтра. Это что такое, да. Очень похоже, да. Да, да, да. Ну, вот дальше должна была быть фраза. Ты мне нравишься, я... Да, либо, ой, прости, я переборщил, да. Или, да, я так возбудился, что мне уже похрен кого, буду тебя. Вот, или, видишь, никого нет, поэтому заткнись и слушай меня, буду тебе... Ну, это сейчас такие метафоры такого насилия. Ну, в общем, вот здесь такая же идея, что и чё, и для чего. И вот ты начинаешь это взаимодействие, выплёскивание чего-то с... Какой целью ты имеешь в виду? Какую обратную реакцию ты хочешь? А, ты ждёшь, какие у тебя ожидания, да? Да, что ты хочешь получить в ответ. Ну, и, соответственно, если ты хочешь получить в ответ определённую реакцию, то нужно как бы предварительно выбрать форму... Для того, чтобы... И некоторые слова, чтобы получить именно эту реакцию. Да, да, я понял. Потому что если я хочу получить сочувствие или совет, то, ну, соответственно, форма должна быть определённого. Если я хочу, там, подискутировать, поссориться, то и форма должна быть. Поскорить, да, да. Типа, если я хочу интеллектуально по... Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, тогда вот, мне кажется, это вот... От формы взаимодействия зависит и ожидание. Да, да. Вот, я думаю, что это был отличный третий пункт. Да. Можно двигаться дальше. Поехали. Как найти терпение общаться с религиозной мамой? Моя мама ходит в православную церковь и уже пару лет очень сильно меняется. В детстве мы праздновали Пасху и так далее, но никогда не ходили в церковь. Я выросла очень нейтрально. Мне сейчас 30 лет, и с мамой все больше проблем. Последняя ситуация была пару недель назад, когда я была беременна и потеряла ребенка. Где-то на восьмой неделе. Мы рассказали родителям, и я ожидал какой-то моральной поддержки, так как мне было очень тяжело. Но ее понятие поддержки это... И здесь в кавычках дальше проведена цитата. Надо было идти в церковь и молиться. Тогда Бог помог бы тебе. Цитата окончена. Я это так воспринимаю, что все моя вина. Ведь я не верующий человек. Так что сама виновата в том, что потеряла ребенка. Мне очень трудно найти терпение в этой ситуации. Как себя вести в такой ситуации? Вот такой вопрос. Да, ну давайте в первом пункте мы в любом случае выразим свое сочувствие. Да, это очень грустно. Мне хочется... Правда, я не представляю, как это. Только с каких-то ситуаций, которые у меня были чем-то схожи в жизни, в жизни моих знакомых, родственников. Но это, правда, большая трагедия. Ну, сложная ситуация. Вот. И, естественно, как-то в ней человек нуждается в какой-то поддержке близких людей. Да. Ну, помимо медицинской поддержки и так далее, так далее, так далее. Вот. И продолжая дальше рассматривать текст вашего вопроса, вот я как раз и хочу обратить внимание, что вы пишете о том, что вы ожидали какой-то моральной поддержки. Ну, и мама, судя по всему, дала ту поддержку, которую считала самой лучшей, по ее мнению. Вот. То есть, вот такая тебе поддержка. Это жизненный опыт, который, пожалуйста, используй в дальнейшем в случае следующей беременности или сложных, непростых жизненных процессов обращайся к Богу. Вот тебе советик. Ну, то есть, вот поддержка в такой форме. И я просто, как бы это понятно, как со стороны мамы воспринимается. Да, то есть, ну, для меня это воспринимается, как, ну, знаешь, некоторое отправление меня к Богу. Я пришел к маме за поддержкой, она мне говорит, иди к Богу. Ну, это правда такое, как будто воспринимается отправлением от себя, таким отвержением. Ну, вот если не про Бога, то, знаешь, вот это... Саш, Саш, а как вот это сделать? И ты мне такой говоришь, ну, иди по гугле. Ну, в целом, да. Блин, ну, Гош, ну так это часто и происходит вообще-то. В целом, да, но как бы я же пришел к тебе, вот, да? Да, я понимаю, да. И здесь, возвращаясь к первому вопросу, какую ты форму выбрал для того, чтобы оправдать ожидания? Да, да, да. Вот там, я мог бы сказать, Саша, меня там очень тревожно делать самому, я знаю, что ты знаешь, когда ты можешь уделить мне время, чтобы все-таки это сделать со мной. Я, конечно, могу сам погуглить, или я уже погуглю. Ну, да, твои вопросы, Саша, как какать, ну, как бы из-за не меня, я так и буду отвечать. Ну, мог бы и поделиться своим опытом. Так вот, возможно, это было бы полезней. Подготовлю презентацию, Гош. Да, в общем, идея в том, что понятно, что это вот, ну... Но тогда, если предположить, что мама давала лучшую поддержку свою, то какая бы, на её взгляд, то какая бы поддержка от неё была бы для вас подходящей? Там, мама, обними меня, мне очень плохо. Или, мама, скажи, что я не виновата, ну, что я сделала всё, чтобы сохранить этого ребёнка. Как ты считаешь? Да, вот. Или мне сейчас очень плохо, мне важно, чтобы там кто-то обо мне позаботился. Так. Ну, да-да-да. И как позаботился дальше должно было звучать. Вот. Ну, или там, там у меня мысль сейчас пришла такая скабрезненькая, ну, я потеряла ребёнка, теперь нужно там, не знаю, пять тысяч на восстановление. Какое-то своё, собственно, там, врачебное. Ну, условно. Да, то есть, ну, вот, в этом смысле, видимо, ваши формы, которые есть у вашей мамы, ну, кажется, достаточно бессмысленными, отвергающими, агрессивными, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Если возможно с ней простроить диалог, то, видимо, он должен строиться с вашего, с вашего запроса о какой-то конкретной моральной поддержке. Вот. Потому что... У меня, знаешь, у меня сейчас вот такая мысль возникла, что как будто мы сейчас, ну, может возникнуть такое ощущение, что мы как будто обвиняем в чём-то слушнице, но это на самом деле не так. Это просто, ну, про то, что, про рассуждение, про то, что... Ну, это отчасти, вот, да, точно не закладываю обвинения. Точно не про вину, да, а не про... Вот. Скорее, это вот, отчасти мой жизненный опыт с религиозными родителями, отчасти некоторая такая... Анализ вербальной, да, вот вашего вопроса и попытка найти в нём какую-то опору и понять, что же могло бы быть по-другому. Вот. Но я допускаю, что у вашей мамы только такая моральная поддержка. Да. Либо она свою остальную моральную поддержку, которая у неё есть, будет всегда выдавать за вот такой формой. То есть она сначала всыпет, что надо было идти к Богу, а потом будет носить варенье или там обнимать или ещё что-нибудь. Вот. То есть это её некоторая... Такая форма поведения, типа, да? Ну, да. Некоторая её ценность, которую она хочет донести. И ценность идёт вперёд действий. Либо это её некоторая агрессия к вам, потому что она считает, что вы неправильно живёте, поэтому всегда вам говорит об этом. Либо это её, ну, может быть, сейчас опять же это суперварианты, и некоторый страх своей собственной ответственности и перекладывание его на вселенскую силу. Ну, то есть вообще она как мать могла бы тоже что-то сделать, чтобы сохранить ребёнка. Дать советиков там, поговорить о том, как лучше проводить беременность. Ну, я не знаю там, да? Может, у неё тоже есть куча своего стыда, страха и вины за то, что она там, может быть, что-то для вас не сделала хорошего. Вот. И поэтому она этой фразой отсылает вас к Богу, который бы точно всё решил. Этого мы не знаем. Но вот вопрос в том, что, возможно, ваша мама всегда будет так делать. И тогда переходим к второму пункту. А, и тогда стоит, типа, посмотреть на поддержку, где ещё можно такую желаемую, да, типа, поддержку получить вот именно от близкого человека, да? Ну, я имею в виду, что примерно равнозначную по тому, чего хотелось бы получить, ты имеешь в виду? Да, ну, фраза во втором пункте звучит следующим образом. Мама такая, видимо, для вас фигура, от которой хочется получить многого. Вот. А, ну, видимо, не всесильная. Всего от неё не получишь. Например, вот этого. Моральной поддержки. Вот. Тогда хорошо бы заметить, какую-то вообще поддержку мама вам может оказывать, но реально. А, в целом, да? Ну, да. Посмотреть. Ну, похоже, мама не идеальна. Или вообще, да? Похоже, мама на это не способна. Блин, так звучит, как будто на любое действие будет всегда укор. Типа на любой запрос поддержки, даже, да, такой, ну, казалось бы, как будто простой, но я имею в виду, может быть, не связанной ситуацией с ребёнком. Ну, да. Как будто, может быть, всё. Ну, и вопрос о воспринимателе, это как у корна, это уже игры восприятия, да? То есть, ну, эти мамины присказки, ну, затрахали, конечно, но пусть говорит, зато делает потом нормально всё. Угу. Вот, это вот, знаешь, ворчащая бабка. Вот, опять пришли. Я потом накормила тебя, спать, уложила. Ой, да, я вспомнил почту сразу. Да, да, вот эти вот... Вы что, молодой человек, не знаете марку, куда клеить? Да, ну, ворчит, ворчит, господи, я вообще на свой счёт-то не беру. Наклею отправлю, да. Её личные способы справляться со своими переживаниями, ко мне они вообще никак не относятся. Но это всё вопрос восприятия. Вот, и возможно ли вам так сделать со своей мамой, со восприятием своей мамы? Тут вопросики, конечно. Это, как говорил Никита Грузовик на прошлом подкасте, нужно идти к специалисту, конечно, да. Вот, но, похоже, мама не может давать всю поддержку и во всех формах, которые вам хочется. Может, тогда какую она вообще может? Какие у неё формы поддержки вам подходят? Вот надо к ним как-то, видимо, обращаться в тех ситуациях, в которых мама ресурсно обращаться, с теми посылами, которые мама вывозит сама, вот, и не впадает в эффекты. Ну, из которых, короче, в тех ситуациях, где мама готова оказывать поддержку лично, а не через Бога. А, ой, хорошая цитата, Коша. Пожалуйста. Вот, ну и третий пункт, то, что ты уже тоже предвосхитил, собственно говоря, ситуация, правда, сложная, но мне кажется, что ну, вот, в плане каких-то вещей, правда, врачи, правда, подруги, прекрасная поддержка. Вот. Мама, ну, тоже ждала внука, знаете ли. Ну, здесь просто, знаешь, я почему подумал про это, потому что, ну, как будто вопрос звучит про то, что мы рассказали родителям, и, знаешь, они как будто были там, ну, одни из последних людей, которые про это узнали. да, и в итоге попали в вину. Да, какую-то минимальную поддержку хотелось там получить, но не оправдались ожидания, но вы в этом, как бы не, в этом нет как будто вашей вины, может быть, правда стоит, ну, поискать там. Ну, потому что, конечно, хочется. Когда ты к близким обращаешься, конечно, хочется, Гоша, всегда, да. Ну, а там дальше есть первый абзац же вот этого вопроса, что это вообще в целом же про отношения нашей слушательницы с мамой, что сейчас ей 30, и проблем становится все больше на основе того, что на фоне столкновения религиозности и нейтральности возникают какие-то сложности в коммуникации. Вот. Как разговаривать? Ну, вот я сейчас попадаю здесь в свою больную зону, потому что я не знаю. Вот. На мой взгляд, просто... В общем, любую тему в жизни можно обсуждать через призму определенной ценности. Например, выбор продукта в магазине. Можно обсуждать серии... А что бы мне такого вкусненького сегодня поесть? Очень люблю вкусно кушать. Так. А можно рассмышлять с позиции, с ценности нечревоугодия. Да? Есть же грех и чревоугодия. И тогда, что бы такого купить полезного, но что бы не впасть в чревоугодие? Вот. Ну, и вот здесь ну, это реально ценность. И тогда мама всегда будет, даже если вы будете с ней обсуждать вопрос... Даже если вы пришли за печеньями в пятерочку, вы чревоугодник. Ну, я сейчас утрирую, но она... Да, я понимаю, да. Видимо, все важные там или даже повседневные события в своей жизни обсуждает через эту призму. А вы нет. И тут вопрос. Ваша мама настаивает, чтобы вы обсуждали с ней ровно через такую призму? Либо она будет говорить, я вот купила вот это, вот это, вот это, чтобы не впадать, я хочу угодья. Ну, я сейчас утрирую, конечно, такого не будет разговора, но понимаете про что. А вы тогда говорите, да, здорово, классно, мам. А я купила вот себе, потому что хочу просто очень вкусно покушать. Вот. И вопрос, ну, удастся ли вам как бы друг на друга не наезжать и не цеплять? И вам не воспринимать слова мамы как немой укор? И ей не воспринимать ваше поведение? То, как будто вы купили продукцию, что вы ей насолили, типа, да? Да, да. Здесь вот этот вопрос, то есть как вот это вот и в вашей голове, ну, мы можем влиять только на свою собственную голову. Ну, да, да. Как это в собственной голове на вот это? Ну, естественно, человек будет недоволен, вот. Но вот если вывести религию не в контекст, вот мне кажется... Хотя знаешь, как показывает практика, на головы всё-таки можно влиять, да? Последнее особенно событие. И очень сильно. Вот знаешь, религия же это очень важный ценностный пласт. Но вот если всё-таки попытаться его не глобализировать... Так. А брать, типа, именно в контексте вот таких, ты имеешь в виду, маленьких звеньев отношений? Ну, просто как важное убеждение человека. Ну, вот у кого-то есть ещё какие-то важные убеждения, не связанные вообще с религией. Вот. Например, кто-то собирает... Вот на примере моих тоже знакомых. Кто-то забирает пластик. Так. И вот, когда мы едим вместе из одноразовой посуды, которую там заказали в эти боксы все... Так. Я эти боксы... Сейчас будет, да, вот это признание. Конечно же, я выкидываю их в отдель... Но я их не мою. Я их не собираю там. Я просто выкидываю их в мусорку. Всё. А рядом сидящий со мной мой дружочек всё это вымывает, собирает в отдельный пакетик и уносит с собой домой. И мне по целому нравится его поединение. Думаю, какой класс, но я в себе сил на это не нахожу. Угу. Ну, и вот как мы с этим уживаемся? Ну, то есть, в принципе, человек может со мной перестать общаться. Или я считаю его помешанным параноиком. Угу. может довести до уровня... до уровня такого, который будет уничтожать другие ценности. Ну, вот знаешь, как я в какой-то момент... Я так думал про гороскопы. То есть, для меня, типа, окей, что человек там религиозный, что, допустим, он верит в гороскопы, что вот, как ты говоришь, да, там экологичный моет с собой забирает пластиковые штуки. Для меня ок, но когда мне начинают агрессивно навязывать и подставлять меня под парадигму вот этой своих ценностей и убеждений, говоря мне, что я там что-то делаю не так или я как-то неправильно живу или я должен делать то-то, тогда у меня очень возникает много сопротивления и агрессии. Почему? Почему я должен делать так, как, типа, вы хотите? Почему я там должен делать относиться к... И тогда договариваться нужно об этом. Да. Не спорить, чья там... Да-да-да-да-да-да-да. А договариваться о том, что... Ну, мне ок, что человек там моет контейнер разбирает с собой, там верит, приходит в церковь или там верит в гороскопы, но не надо, типа, меня подставлять под это. Ну, то есть, у меня есть свои ценности, у меня есть свои убеждения, мы можем спокойно соживаться вместе, ну. Ну, и да, и тут тогда вот тоже неприятная штука. Я же не собираюсь захватывать там вашу территорию, да, как бы, ну, и не надо захватывать мои. Да, и тогда здесь уже неприятная штука, собственная. Если я хочу близко общаться с этим человеком, то мне нужно будет рассказать ему о своей тренировочке в спортивном зале в воскресенье с утра поделиться с ним, сказать, слушай, сегодня такой тренажер попробовал, вообще мышцы теперь вот такие. И он тоже такой, о, интересно, как-то там, что-то расспросить. А потом, выслушайте его, который скажет, слушай, а я сегодня там такой важный, не знаю, так важно помолился, но, не знаю, сейчас, как-то мелкостное языще просыпается. Но для меня это было такое, какая-то важная там часть проповеди священника. Вот. И вот так. Мне тоже нужно как-то к этому отнестись с уважением. Вот. Либо, ну, тогда это, правда, будет более далекие отношения, если мы вообще этого не обсуждаем. Игнорируем и то, и другое поведение в жизни друг друга, договорились об этом вообще не общаться и не упоминать, и нашли что-то третье, о чем нам двоим интересно говорить. Но это будет просто более далекая дистанция от отношений. Вот. А как-то разговаривать, ну, в какие-то моменты эмоционально заряженные или в моменты, когда человек агрессивно транслирует свою ценность, ну, можно или просьбы, что остановка, но это иногда невозможно, ну, никак, 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 ну, а что? Вас соком убольют. Как мы знаем, как дискуссии некоторые проходили. Да. Вот. Ну что, поехали дальше? Привет. Помогите, пожалуйста, советам. Мы с братом двойняшки, но так вышло, что имеем противоположное мнение относительно войны. Я не знала, что он настроен так радикально и меня это удивило. Мы достаточно хорошо общались, поэтому то, с какой ненавистью он пожелал мне смерти и смерти моим будущим детям, меня очень-очень напугало. Я тоже ему наговорил о гадостей, но я за них сразу извинилась и призналась, что люблю его и не желаю ему зла. Теперь мы не общаемся. Подскажите, пожалуйста, если я хочу попробовать наладить отношения, как мне быть, если он не изменит позицию о жестокости к другим, как пережить вычеркивание из жизни близкого человека? Очень сложный вопрос. Мне кажется, один из самых сложных вообще, когда... Вот я так сейчас, если вы оцениваете, мне кажется, один из самых сложных вопросов. Потому что он сейчас горяченький, Саш. Да. Ну, а двойняшки, это вообще которые похожи-похожи? Вообще, в медицине, насколько я знаю, нет определения двойняшки. То есть, там есть либо моногамный, по-моему, как-то называется, ну, в общем, типа моногамный плод и... Монозиготный, может? Ну да, монозиготный, да, моногамный. Да, моногамный. Я моногамный. Монозиготный и какой-то еще. Господи, как он сейчас скажет? Бог с ним, в общем, слушатели погуглят, идите погуглите. Да, и дизиготный, вот, дизиготный, это типа две яйцеклетки, и монозиготный, это вот одна яйцеклетка. Понятно. И как правило, такой... А твой опыт какой? Мы... Так, стоп, мы монозиготные с братом. Ага. Мы близнецы, ну, как бы, и нету такого понятия близнецы-двойняшки, то есть, ну, вообще называют, по-моему, близнецами всех. Двойняшки, типа, которые, мне кажется, Двойняшки, мне кажется, это такой народный термин, да, такой, знаешь, очень похожий, двойняшки, я имею в виду, что... Ну, прям, двойняшки, типа, знаешь, супер похожие. Да. В общем-то, что я думаю? Ну, если ты спрашиваешь про опыт относительно позиций брата, брата, то мы очень схожи, очень близко схожи в позициях. Ну, в этом вопросе, а вообще, были у вас разногласия? Конечно, разногласия, конечно, были не такими радикальными, касательно, там, да, войны, ну, то есть, касательно войны у нас схожая позиция, мы, там, против боевых действий, против, да, и всего. А вот, я имею в виду, были ли у вас какие-то разночтения, и как вы их переживали? Вот тяжелее, на твой взгляд, это... Слушай, ну, мы можем расходиться во взглядах на что-то, но мы это обсуждаем, у нас нету... Ну, то есть, мы с Ужением относимся к позициям... Было угрозы разрыва прям. Нет, нет, вообще нет, вообще нет. Да, поэтому я понимаю, что вам тяжело, и это, правда, непростая ситуация, я вот, давайте сразу отвечаю на ваш вопрос в первом пункте. Пункт прямая речь. Я это вижу примерно следующим. Говори так, как есть, говори прямо, скажи то, что есть на самом деле. Поэтому из вашего вопроса, я понял, что вы вот что имеете в виду. Дальше цитата. У меня есть желание наладить с тобой отношения. Я вижу это возможным вот таким образом. Дальше какое-то ваше понимание, каким образом вы со своей стороны готовы наладить отношения. Допустим, там, я готова не обсуждать с тобой тему, либо я готова дать тебе право на своё мнение и хочу, чтобы ты дал мне право на своё мнение и так далее. Либо мы договоримся, что, не знаю, ну, дальше это ваше какое-то творческое приспособление внутри ваших отношений с братом. Продолжение фразы. А у тебя тоже есть какое-то видение и желание наладить отношения? И как тогда ты думаешь, это можно сделать при такой разнице взглядов? И помолчать. И послушать то, что скажет он. Вот. По большому счёту, какого-то другого способа... Как будто бы не существует. Вот. Ну, естественно, желательно, чтобы этот разговор происходил не на ходу, не по... В каком-то удобном для вас формате, который происходит, я не знаю, в каком формате вам кажется, что это будет максимально продуктивно. Там, в формате личной встречи, в формате переписки, чтобы это было текстом, в формате звонка, ну, вот, чтобы слышать друг друга, но не находиться физически рядом. В общем, здесь уже тоже нужно смотреть на ваш опыт коммуникации, где это происходит лучше. Но, по большому счёту, вот это такая прямая речь. Всё, что можно вот про первый пункт, я думаю, сказать. Про второй пункт. Чуть-чуть продолжаем. Вот. По-хорошему, сейчас, из того, что я читал психологического, советов психологов, как переживать разногласия в нынешней ситуации внутри семьи, очень многие говорят о том, что хорошо бы сохранить семейные связи, хотя бы на каком-то уровне, так, потому что всё когда-то закончится, а родственные связи будут продолжаться, вот, и здорово, ну, суметь не разорвать их вообще. Ну, и в целом, в этом есть некоторая логика, потому что, если особенно до этого у вас были очень поддерживающие, ну, классные родственные отношения, не то, что там, знаешь, мне теперь нужно наладить отношения с отцом, с которого я не видел, с 45 лет, вот, которым он на меня плевать, ну, а если это были родственные отношения, которые были поддержкой, и были радующими меня, то, ну, конечно, жаль, если вот такая ситуация прервёт возможность вернуться к друг другу человеческой стороной, когда это всё закончится, вот, поэтому, ну, такой совет понятен, вот, в чём-то логичен, и так далее, поэтому, но тут вопрос-то главный в том, а как, на что опираться, когда есть такие различия, как выдержать такие различия между друг другом, и вот здесь мы опять же возвращаемся к пункту, что, ну, вот, правда, здесь важно заметить, ну, опять же, поговорить об этом, прямо такой вопрос, слушай, у нас очень сильное различие во мнениях, оно сейчас очень важное, но, тем не менее, я хочу сохранить с тобой отношения, хоть какую-то связь, чтобы, когда, там, эмоции по этому поводу уляжутся, когда ситуация разрешится, когда мы сами будем переосмысливать что-то происходящее, будем готовы вернуться к разговору, чтобы я смог это сделать, или, может быть, какую-то связь поддерживать с тобой, тем не менее, вот, это разговор, потому что выдерживать различия, правда, сложно, особенно в такой заряженной, ну, теме про безопасность, про жизнь, про, ну, смерть и так далее, вот, но, ну, понятное дело, что, насколько поддерживать отношения, не поддерживать, выбирайте сами, вот, у меня здесь нет каких-то, все-таки, иллюзий, в плане того, что нужно удерживать отношения любой ценой, вот, потому что, вот, я тоже как раз про это, мы не знаем, ну, потому что может быть и угроза со стороны человеку, здесь, опять же, там, он пожелал смерти вам, но уровень его сумасшествия не ясен мне по этому сообщению, я вот не готов под этим подписаться, ну, и так далее, так далее, так далее, вот, может быть, открылись еще какие-то черты его характера, которые вы считаете неприемлемы для себя, которые вы считаете для себя невывансимыми для продолжения общения и взаимодействия, вот, то есть, здесь нужно, конечно, вот я как раз про это и хотел сказать, что, ну, как будто, если уже стоит такой выбор, знаешь, что вычеркнуть человека, потому что, ну, правда, там, он желает смерти и смерти моим детям, и я, честно, я вот, честно, совершенно не терапевтично, но и нафиг его, ну, как бы. Ты бы послал. Ну, ну, Если расхватить взглядов, если... Ты бы сильно разозлился, правильно? Ну, да, 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 я бы сильно разозлился, и мне кажется, я, правда, не вижу смысла, типа, переубеждать. Знаешь, я недавно думал про то, что сомневающийся гораздо важнее значимого человека, ну, знающего, вернее, не значимого, а знающего, и вот как бы лучше держаться там за отношения с сомневающимися людьми, чем те, которые утверждают, что знают всё. и сейчас у меня была какая-то ещё мысль в эту тему. Ну, в общем, наверное, пока и достаточно. Ну, мне кажется, нормально. Вот, я вспомнил мысль. Здесь про то, что вот слово вычеркнуть из жизни мне не кажется возможным, потому что, если человек находится, в общем, был достаточно близок, с ним там были или есть очень важные отношения, то даже с его смертью отношения с этим человеком продолжаются, потому что наступает его день рождения, наступают какие-то ещё совместные воспоминания, даты, и я, тем не менее, эти отношения на внутрепсихическом уровне, на уровне размышлений продолжаю. Я как-то к этому отношусь. Я как-то горюю, что так всё закончилось. Ну, то есть, вычеркнуть, но не получится. Вот, поэтому здесь, ну, вытеснить. Папочку на рабочем столе с братом можно сделать скрытой. Вот, но она, понимаешь... Но поместить в корзину её не получится. Да. Вот, да. Поэтому здесь, конечно, сложная ситуация, правда. Ну, и в третьем пункте, вот мы, я тогда вернусь к предыдущим пунктам в других вопросах. Здесь, опять же, видите, какая очень заряженная конфликтная фигура, конфликты с братом. и, опять же, вспоминаем, что важно расширить внешнее осознавание и внутреннее. А вообще, что ещё есть в отношениях с вашим братом? А какие вообще у вас ещё есть родственники? Как вы, вы в рамках большой семьи друг с другом общаетесь? А что происходит в жизни брата ещё, помимо его вот переживания, ситуации? А в вашей жизни что происходит? Ну, и так далее, так далее, да? То есть, немножко, вот, и может быть, этот конфликт, ну, ну, есть и есть. Сейчас он пока кажется неразрешимым, вот, я не могу от него как будто отвлечься и всю свою энергию направляет туда, но если чуть расширить зону осознавания, то, может быть, он покажется важным, но с него будет возможно переключаться и возможности сейчас ответов нет, то они придут чуть позже. Вот, думаю, так. Поехали к четвёртому вопросу. Привет, Гоша и Саша, спасибо вам за то, что вы делаете. Я девушка, мне 27, у меня есть неидентичная сестра-близнец. Меня беспокоят наши отношения. Какая-то ещё, там были звоняшки, здесь неидентичные. Да, меня беспокоят наши отношения, потому что было много ситуаций, когда у меня было ощущение, что ей абсолютно всё равно на то, что происходит у меня в жизни. При этом, я всегда стараюсь поддерживать её. Бывает, что когда я звоню узнать, как дела, она может часто рассказывать о проблемах на работе и даже не спросить меня, как я. Если я не инициирую общение, мы можем не общаться довольно долго. Я пыталась говорить об этом, но все подобные разговоры воспринимаются автоматически и моментально как обвинение. Могу предположить, что во время возрастления были эпизоды, где я действительно могла обвинять в чём-то. Отдельная тема – это празднование дня рождения. Для меня очень важно праздновать вместе, хотя я прекрасно понимаю, что мы разные люди и это абсолютно необязательно. Но вся ситуация с безразличием как будто делает это ещё более важным для меня. Я знаю, что сестра меня любит и если случится что-то серьёзное, она будет переживать. Но в обычной жизни от неё нет вообще никакой поддержки и даже интереса. Похожая ситуация и с мамой. Сестра может ей практически не звонить. На данный момент я не в терапии. Планирую возобновить как только будет возможность. Поэтому вопрос такой. Что можно сделать? Почитать, посмотреть, чтобы стало легче эту ситуацию воспринимать. Сестру при этом такой расклад не беспокоит вообще. У меня ощущение, что она не заметит, если мы перестанем общаться и почему она так ведёт себя. Вопросов-то несколько, как говорится. Блин, ну мне опять мне хочется вкинуть про ожидания. Ну правда, это так... Я... Гоша, я просто не знаю. Давай, давай первый пункт. Почему-то как будто наболевшая. Но хочется перестать ожидать от людей, не говоря им про свои ожидания. от того, что они сделают то, что вы хотите. Ну правда. Подожди, Саша, ну это типа мысль ценная. Ну смотри... А вот как ты справляешься с ситуацией, когда ты очень бы хотел чего-то от другого человека, а он никак это не делает? Ну у тебя вызывают всё равно какие-то же чувства, правильно? Ну то есть ты такой, ой, очень бы хотелось, очень бы хотелось. И как ты всё-таки приходишь к тому, что ты... Ну вот это такой некоторый невроз, потеребление человека ради... Ну чтобы он тебе это дал, а он всё никак не даёт. Прекратите себя. Чтобы прекратить невроз? Ну у меня очень такие редкие ситуации возникают. Я обычно прямо говорю, что мне хочется. Да, но тебе человек говорит нет. Он говорит, что ты меня наезжаешь? Ну ты хочешь, 10 лет на день тебя спрашиваешь, как у тебя дела? Ну попробуй, ну нет. Слушай, ну я тогда останавливаюсь, я тогда останавливаюсь в своём, типа, возбуждении. Я имею в виду к человеку, потому что я останавливаюсь, я просто останавливаюсь и думаю, почему так происходит. Я начинаю думать, ну там условно. Ну вот вы слушаете, тоже такой вопрос, почему она так себя ведёт? Ну и для меня, ну как бы, и мне помогает, короче, мне помогает остановка. Я возвращаюсь, типа знаешь, я увлекаюсь, типа когда, если вот такая ситуация возникает, что я увлекаюсь каким-то ожиданием, которое я построил от человека, и оно не реализуется, не преобразуется во что-то, да, типа моё ожидание, тогда, типа я возвращаюсь, знаешь, как я называю это, возвращаюсь в реальность. С чего я вообще решил, что, ну типа ожидание моё должно оправдаться? Ну почему он должен это делать? И я вот эти, эти вопросы мне помогают понять, что, ну вообще-то, как бы, это моё, он не должен этого делать, почему он должен это делать? И, ну, остановка, наверное, я так назову. Понятие, механизм. Ну просто вот, знаешь, мне что, мне интересно читать, в плане того, что, когда я звоню, узнать, как дела, она может часто рассказывать о проблемах на работе, и не спросить, как я. а почему она должна спрашивать, во-первых, как вы, ну типа, если вы не, ну как бы, даже, ну просто, вы позвонили, спросили, как вы. Тебе надо, ты говоришь, что тебе важно мне рассказать о том, как дела. Ну типа да, вы спросили, позвонили, как дела, она вам рассказала, ну как бы, вы же не обозначили ни формат там, ни встречи, это не, ну не обвинение, я просто к тому, что, ну там я рассуживаю. Как бы это звучало, да, по раскиню. Итак, уважаемая сестра, я звоню тебе, мне важно обсудить с тобой несколько вопросов. я вот с сестрой как раз говорю, ну там, Ань, Ань, привет, как у тебя дела на работе? И я не прошу ее узнать, как у меня дела, мне очень важно, чтобы она поделилась просто со мной. Ну типа, она рассказывает там, то-то, танцем, ну и что? Ну не захотел спрашивать, не спросит, а ну как бы спросит, я отвечу. Не захотела, окей. А если тебе очень хочется ей рассказать о том, как у тебя дела, она тебя не спросила? Ну у меня такого не бывает обычно. То есть ты в принципе тоже вот не очень, ну хочешь ей рассказывать? Слушай, ну да, спросит, я скажу, если не спросит, ну как бы, ну ничего страшного, если я чем-то не поделюсь. Если я захочу чем-то поделиться, вот, если я захочу чем-то поделиться, я могу ей там написать или брату, или ей, да, и спросить, слушай, можно я с тобой там обсужу вот этот вопрос, или можно я с тобой поделюсь? И тогда это нормальный механизм. Если человек скажет нет, давай позже, или нет, я пока не готов, для меня это нормально. Понятно. У тебя нет ощущения, что на этом, что это безразличие к тебе? Нет, нет. А как так получается, Саша? Почему-то, как нет ощущения безразличия? Ну, видишь, здесь, что, мне кажется, травмирующим переживанием для нашей слушательницы, в том, что она говорит, что если я перестану, она даже не заметит, что меня нет. Ну, и это, а вот, знаешь, почему я говорю про ожидание? Потому что это безразличие складывается из своих ожиданий. То есть я, если я, если она не будет спрашивать у меня, как дела, то это значит, что она, ей безразлично. Да. Ну, типа, ну, это либо для меня, либо это какая-то проекция, типа, то есть может быть, вам самой хочется забить на нее болт и не спрашивать, как у нее дела, потому что она вечно ноет вам по часу, типа, рассказывает, какие у нее проблемы на работе, и вас уже настолько это затрахало слушать про проблемы на работе, что вы сами не хотите с ней общаться. Так. Это первый механизм. И второй, ну, как будто бы типа в плане того, что почему, 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 почему это безразличие? Ну, это критерий какой-то, кто определил, что если человек не интересуется, ему безразлично, но вы же ощущаете там ее, то, что она ваша сестра, то, что вы там, ну, если, если, ну, здесь же опять, если что-то случится серьезно, ей же про это пишет. Да, я знаю, что она ко мне придет. Я знаю, что она придет ко мне и поддержит. Ну, а и тогда, и как тогда определить рамки безразличия, понимаешь, типа, нужно общаться раз в неделю, или каждый день созваниваться, нужно общаться раз в месяц, или там на дни рождения ездить вместе. И вот, ну, какая вот эта рамка, типа? То есть ты себя успокаиваешь, что ты твое, даже если тебе кажется, допустим, тебе хотелось бы, чтобы твоя сестра чаще тебе писала, ну, предположим, так, то ты рассматриваешь это как, никак не фантазируешь, что это ее безразличие или ее отдаление от тебя, а ты воспринимаешь это как собственное желание приближаться к ней и не воспринимаешь, что это ее недостаточная включенность в твою жизнь равно оставлению тебя. Конечно, конечно. Вот, и тогда, вот, да, Саш, супер, это вообще, спасибо тебе за этот первый пункт, но я вот, может быть, есть ответ, просто это было бы прикольно, как у тебя устроено, ну, вот, это какая-то твоя, ну, такая, такое знание, которое как-то сформировалось, и ты, ну, и ты вот с этим живешь, ну, как-то оно сформировалось, там, сейчас мы не будем копать с этим, так получилось, ну, так социально сложилось, что ты, у тебя есть такое знание, уверенность, и ты с этим живешь, либо ты все-таки прикладываешь какие-то усилия, чтобы себе про это напомнить, либо, вот, не влететь вот в эту паранойю и фантазию, вот, ну, то есть. Нет, я, мне кажется, я не прикладываю усилий в плане того, я прикладываю усилий к тому, что, нет, я, наверное, прикладываю усилий в плане того, что напомнить, что если не интересуется, как у тебя дела, ну, значит, либо сейчас, а, нет желания, ну, и да, человек может быть, правда, у него может быть там куча всего, но он может быть занят, у него может быть, действительно, там нет времени, у него сейчас не в приоритете это, потому что, ну, мы взрослые люди уже. Я понимаю, это когда, знаешь, там, в подростковом возрасте и там подобное, да, когда, тем более, мы с братом ровесники. Но когда мы взрослые люди, ну, камон, мы сами можем разобраться. Если мы захотим поделиться, ну, как бы, тогда да. Но я прикладу усилие, наверное, напоминать себе про то, что, ну, как бы, мы взрослые люди, и, ну, человек может не интересоваться совершенно, но это не значит абсолютно того, что, ну, я ему безразличен, да, я исключен из его круга общения, круга интересов и тому подобное. Вот, вот и все. У меня есть прекрасный пример, там, с чуваком, который живет в Стамбуле уже, там, четвертый год или пятый год, мы с ним можем общаться раз в полгода. Но, и там, я считаю его своим другом, и он очень классно ко мне относится. Но это не значит, что, ну, типа, если он не интересуется, как у меня дела, или я не интересуюсь, как у него дела в течение продолжительного времени, это не значит, что он мне безразличен. Нет, ну, типа, я как бы, вот, с таким отношением. Да. Саш, мне кажется, это был шикарный первый пункт. Спасибо тебе, видите, что ты так на эмоциях влетел в него и удалось так развернуть. Вот такой, мне кажется, момент. Я во втором пункте тогда хотел сказать тоже некоторую прямую речь. У меня сегодня пункты прямой речи. Давай. Только это прямая речь не сестре, а это прямая речь внутренняя, такая, с самим собой. Она звучит примерно так. У меня такая сестра с такими особенностями в коммуникации. Так. Причем я предлагаю не интерпретировать их, а прям назвать. Она любит больше, любит много рассказывать мне про себя. Но не любит спрашивать. Там, опять же, редко такое, некоторое оценочное. Спрашивает меня о том, как мои дела реже, чем рассказывает о себе. Да, вот это более-менее приближено к такому объективному описанию. Вот. Также она показывала, ну, опять же, если не фантазия, что в критических ситуациях она приходит мне на помощь, но в повседневной жизни она не интересуется тем, как у меня дела. Да? Вот описали. И вот, проговорив это, интересно, опять же, обратиться к себе, к своим чувствам и спросить, а что я по этому поводу тогда чувствую? Вот. И дальше будет ряд чувств. Допустим, грусть, потому что я замечаю, что мне бы хотелось, чтобы она чаще меня спрашивала. Радость от того, что я знаю, что сестра в случае чего подстрахует меня. Спокойствие. Знаю, что она помнит там про меня, ну, что мы сёстры, мы живы и в случае чего, ну, и чекаем там периодически то, что происходит. То, что происходит. Злость, потому что хочется быть более близкой к ней там, в плане повседневного общения, ну, и так далее. И вот тогда из этих всех чувств подумайте, что бы вы хотели, к чему они вас подталкивают. Вот каждый из этих чувств, то есть, грусть подталкивает обидеться, ну, там, и больше с ней общаться, или грусть подталкивает обвинять её, либо грусть подталкивает чаще ей звонить самой, ну, и так далее, так далее. Вот какой-то ряд импульсов в ответ на эти чувства. Следующий шаг подумать, а вот тогда что вы хотите от неё, вот, исходя из вот этих действий. То есть, какую ответную реакцию вы хотите получить. Вот. Возможно ли это, исходя из вашего опыта, или нет. Опять же, возвращаясь к тому, что переделать сестру на данный момент невозможно. Она вот такая есть, как вы её писали в начале. То есть, чего-то затребовать у неё дополнительного на данный момент, может, через пять лет у неё поменять жизненную ситуацию, а наоборот будет вам интересно. Может быть. Но на данный момент переделать сестру невозможно. И тогда вот из ваших желаний... Да, я бы сказал, и нужно ли переделывать её? Вот. Ну, пофиг вообще. Невозможно и невозможно. Вот. Что может быть размещено в вашем общении, раз оно вам дорого? И тогда, что теперь вы чувствуете, когда обнаружили ряд желаний своих чувств к сестре, ряд возможностей, ряд невозможностей и так далее. Вот. Что вы привыкли делать в такие моменты, когда ощущаете какую-то невозможность? Что из этого помогает отношениям с вашей сестрой, а что мешает из того вашего прошлого опыта? Что привносит конфликты в ваше общение, а что, наоборот, приносит радость? Вот. А что бы, может быть, ещё из чего-то нового, может быть, вас вот эти предыдущие размышления толкнут какие-то новые формы поведения? Вот. Я бы вот так действовал такой внутренней речью и так далее. Вот. Ну, а третье, вот вы ещё упоминали маму, вот как будто, правда, ну, вот есть какая-то некоторая обида или непонимание, как так можно быть далёкой от семьи. Вот почему я, почему я, вот хочу быть более близкой, а моя сестра нет. Это интересный вопрос, но вот он сейчас, мне кажется, звучит более миролюбиво, что ли, если вы говорите, что ваша сестра воспринимает это как претензию, то есть очень мне интересно, как ты так устроена, моя дорогая сестра, что тебе вот так хорошо, потому что я не понимаю этого, я устроена по-другому, и мне очень нужно быть более близкой. Вот. А ты расскажи, как это у тебя устроено. Нифига себе, может быть, правда прикольно, а может быть и нет, может вам так никогда не понравится, но просто вот у вас много вопросов к именно её устройству, вы не понимаете, как так она устроена, но вот это немножко другое, то есть она, например, вот Саша, вот сейчас ты рассказал, вот как ты устроен, вот, то есть я какие-то вопросы тебе задавал, чтобы реально понять, как это у тебя устроено. Вот. Задать ей такие же вопросы, да? Ну вот похоже, да, то есть очень интересно, как, вот ничего себе, Вот так устроен человек Очень интересно Как он так может Вот Быть таким Вот, все Последний вопрос Здравствуйте В отношениях с друзьями или партнером Часто перехожу границы И включаю жесткий контроль Иногда прячу это под видом заботы Что-то мне это напоминает Наш пост в инстаграме Если моя забота Не принимается другой стороной Забота здесь помещена в кавычке То я продолжаю мягко просить Потом настаивать Приводить в пример страшные последствия Которым это приведет Если человек не сделает так Как я прошу Например, не почистят зубы на ночь Что будет кариас и другие проблемы Потребуется много денег на лечение И прочее Могу использовать любые манипуляции Кажущиеся эффективными Я понимаю Что мое поведение Выходит за рамки нормального И это не забота А тотальный контроль Но мне сложно себя остановить Признать Что человек мне не подластен Что он прекрасно знает Как ему лучше И сам справиться с последствиями Причем в таких спорах Могу идти до конца До полного разрыва отношений Потом сожалею Мне сложно дается Но я стараюсь извиняться Однако в следующей похожей ситуации Все повторяется Как быть Может есть какие-то методики Чтобы спокойно слышать нет А дергивать себя в таких ситуациях Раньше, чем испортятся отношения Заранее благодарю Слушайте, приятен ваш анализ Да Потому что Очень крутое осознание Кстати говоря Такое прям Ну да Представляешь, нужно было Реально посидеть Потом идти разобраться И понять Что что происходит И очень круто В этом вы молодец Методики Слушайте Ну я думаю, что Если прям вот Нужны какие-то прям Тренировки Вот прям Какие-то Протоколы Сейчас можно я пошучу Это просто вот Есть какие-то методики Это мягкая просьба Или настаивание Да, да, да То я думаю, что Ну если хочется Вот прям вот Вот прям Делай раз Делай два Делай три Повторяй сорок дней подряд Ну я сейчас супер утрировано И так далее Я думаю, что Мы прикрепим пару книг Или пару ссылок На КПТ Техники Вот Потому что мне кажется, что Ну я Думаю, что Конечно же Дисциплина И самоконтроль Иногда делают Полезные штуки В этой теме Так Потому что Если я знаю, что Вот это Что вот это поведение Меня разрушает Разрушает Мои отношения И Я Постоянно Жалею А разрыве Техники Использую В моменте Когда я Замечаю, что я Забочусь Глубокое дыхание Так То И замечаю, что Оно для меня подходит То и хорошо Вот Ты помнишь Был какой-то Ой, какой-то Был фильм про Челентано Украшение Астроптивы Да-да-да Где он там Рубил дрова Рубил дрова Когда у него было Сексуальное возбуждение Конечно Ну вот Мужик знает Что ему делать Что ему делать Когда у него Да Член встал Пошел рубить дрова Идеально Идеально Ну Можно, конечно Разбираться А что Ну Что Ну в общем Ну если это помогает Так на здоровье Вот Может быть И в этом смысле Ваше предположение Что какие-то методики Конкретные Как спокойно слышать Нет Вам подойдут Действительно Сработают Вот Это раз Второе Пообещал книги Ну ладно Такой Такой Сипунг Да Нет Нет В смысле Хорошо Про методики Очень понятна Кстати говоря Очень хорошая метафора Украшения Стратива Правда Но может быть Есть какие-то Может быть Вы сами замечали Знаешь Какие-то простые вещи Когда в моменте Вы понимаете Что вот Вы замечаете За собой Вот этот вот Тотальный контроль И такие Останавливаете себя И знаете Что у вас Вот какие Механизмы Позволяют вам Остановиться И реально так Ага Я сейчас контролирую И вот эти механизмы Хорошо позамечать И как бы Пользоваться ими Да Ты вот про это больше Вот Ну Давайте дальше Вот как Гештальтерапевт Я все-таки Гештальтерапевт Тоже много же техник Ну вот То что мы сегодня Говорили в первом вопросе Конкретная последовательность Тоже очень понятная Вот И это Не сказать Что это прям Прерогатива Гештальта При целом Общепсихотерапевтическая Идея Мне кажется Вот Просто она как-то По-разному звучит В разных направлениях Вот Но Что хочется сказать Вот Правда Если чуть-чуть глубже Да Не про рубить дрова А про то Как это устроено Вот вы Описываете Свой поведенческий паттерн Но Вы В своем Описании Не говорите О том переживании С которым Вы сталкиваетесь Когда Вы видите Что кто-то делает Что-то неправильно Или что-то опасно Я вот как раз Хотел спросить Что происходит с вами Когда Типа Кто-то делает Что-то Неподвластное вам Да То есть Какое это переживание Это может быть гнев Но Допустим Я гневаюсь Что кто-то Творит Дичь Но В этом случае У меня есть предположение Что гнев Это нечто Вторичное чувство А за гневом Стоит Что-то еще Возможно Стоит Если мы говорим Про видимо Друзья и партнеры Это близкие люди За гневом Может быть Стоит Стыд Что мой партнер Настолько дебил Что не чистит зубы И у него Гнилые зубы А это же Я этого партнера выбрал То есть Это некоторая часть Меняет такое Наркетическое расширение А-а-а И мне стыдно Типа я Я плохая Что выбрала партнера С гнилыми зубами За этого мудака Который ходит С гнилыми зубами Как я вообще Такого могла выбрать Ясен хрен Вот Ой, Гоша Как это И тогда я гневаюсь Но за гневом У меня стоит стыд Стоит стыд Свой собственный Не за партнера даже А стыд Что я Хуя Херовая Да Что выбрала Такого партнера Что да Что никак Понимаешь Да-да-да Я понимаю И вот Это один пример Того Как можно раскрутить Да Как можно все-таки Заметить Чем вызвано Вот это вот Желание Двинуться И начать Делать то Что вам самой Не нравится То есть За этим Перед этим Есть какое-то Переживание Невыносимое Возможно Это будут Эмоции Не первого порядка А второго Ну Не вторичные А первичные Да То есть нужно Чуть-чуть покопаться Не говорить Что Я раздражаюсь Я злюсь Я беспокоюсь Я боюсь А вот Посмотреть Что еще За этим Стоит Вот Потому что Это правда Такая Хитрая штука Ну а дальше В третьем пункте Как-то вообще Можно раскрутить Есть какие-то Корни поведения У всего этого То есть Это переживание Его невыносимость Она как-то Имеет Некоторое Как-то Сформировалось И тут мы Чуть-чуть Идем в психоанализ В целом В любую Психотерапию Такую Экзистенциальную Основанную На Подходе К тому Что Психический Процесс В большинстве Формируется В дошкольном Детстве Да Там С одного До пяти лет Вот Здесь конечно Очень интересно Что Какие события Может быть Вам Станут Когда вы Осознаете Переживания Которые стоят За этим За этим Поведением Которые являются Для вас Непереносимыми Может быть Для вас Как раз Начнут Подниматься Какие-то Воспоминания А Что для вас Было непереносимым В детстве Такого Может быть У вас есть Брат Сват Ну Брат Сестра Там Еще Которому Были Такие Чувства Может быть Это То Что Вы Ощущали На себе При взаимодействии Ну Естественно С родителями Вот Естественно Там С мамой Давайте Уже Пойдем До конца Да То есть Вот Когда Ну Вот Если На примере Гнева И Стыда Когда Мама Пыталась Прикрыть Ваши Ну Стыдливые Ну Своё Маме Стыдно Что у неё Такой Ребёнок Который Пьёт Из лужи И поэтому Она Заботилась Да Когда Ребёнок Начинал Пить Из лужи Она Горела Не брала Возручку Говорила Смотри Ну Грязная Водичка Давай Не будем Давайте Дам Чистую Водичку Вот Ну Или Давай Играть Вместе Мы будем Делать Вид Что мы Пьём Из лужи Вот Если ты хочешь быть Как кошечка Да То есть Предлагала Какую-то Другую форму Удовлетворения Этого интереса Да Которая Ну Очень стыдилась Что её ребёнок Так себя ведёт Но Ну Как-то Не могла Это выразить И очень сильно Гневалась И там Завязывала Вам рот Или Ну Условно Я сейчас Вообще Да Я понимаю Да Извините Дёргала за руку От лужи И на весу Вас крутила Да Да Вот И очень Как бы Извинялась Перед всеми Что Ну У неё Такая Вот Пьющая Из лужи Девочка Да Ну Например И тогда Очень будет Понятно Что Сейчас Ваша мама Уже Ну Может быть И разрешает Вам делать Всякую дичь Вообще Может быть Уже Вы давно Мама на вас Не имеет Такого влияния И вы Взрослая Самостоятельная Женщина И Мама Мама Только Восхищается Вами Но Есть Вот Эта Детская Сложность Переживания Стыда Другого Человека За себя И Его гнева За то Что вы делаете На его взгляд Стыдные поступки Которые И Ну То же самое Уже В вашем внутреннем диалоге Разворачиваться По отношению К друзьям Это правда Больно Но потому что Как вот это Прожить Как вот С этим пережить Это уже Сейчас Опять же Ну это Работа психотерапевта Но хотя бы Вы найдете Какие-то корни Поведения Которые дадут вам Понимание того Что Откуда это тянется Да И что Это происходит На таком Бессознательном уровне Начинается На бессознательном уровне Потом То что вы описываете Это вполне себе Классное осознавание Это уже Сознательный уровень Сознание Но вот Происходит это На бессознательном уровне Это там запускается Но хотя Будет понятно Что Что с чем связано И что вы Чуть-чуть Лучше с этим Сможете обращаться Заметить Свой Свои переживания И как-то Отнестись К ним Так как Не смогла Ваша мама Или не смогли Вы сами Когда были Ребенком Отнестись К ними Тогда Отнестись К этим переживаниям Тогда Вот Такой Немножко Уровень Глубокий Я бы сказал Чуть-чуть подальше Чуть подальше Чуть подальше Рубить дрова Да Хотя Рубить дрова Великолепно Книжки прикрепил Да Ну в общем Вот такой вот 113 выпуск Друзья Подкасты Три пункта Я к формальной части Нас можно послушать На Apple подкастах Spotify В других странах Яндекс.Музыка YouTube Google подкасты SoundCloud ВК подкасты Платформа CastBox Да конечно же Много Множества Других платформ Подписывайтесь На наш Телеграм канал Подписывайтесь На наш На наши Другие Социальные сети Заходите На сайт Трипункта Точка ком Где вы сможете Задать ваши вопросы Ну и конечно же Слушайте Ставьте оценки Осень продолжается Всем как говорится Сил и не только Потому что осень Что я не знаю Кому-то желаем Здравствуйте Кому-то нет Все как обычно Да Кому-то нет Интересно кому А это пускай Останется интригой Пока Викторина Пока 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 Продолжение следует...